Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение и прямо сейчас о новостях нашего города. Плановый городской субботник прошел в минувший выходной. В этот день с рабочим визитом посетила Электрогорск первый заместитель министра культуры Московской области Андрей Мурашов. Подробнее об этом в нашем сюжете. Этот субботник – общеобластной, и основная его цель – подготовить города Подмосковья к празднованию 70-летия Великой Победы. Работники предприятий и организаций города пришли утром 18 апреля на бульвар, где в 10 часов глава города Игорь Красавин дал старт субботнику. И как лозунг правительство правильно определило – чистый двор, чистый город, чистая совесть. Поэтому просьба огромная. А мы еще в прошлом году, помните, наш лозунг, который был в городе – чистый город, любимый город Электрогорск. Поэтому давайте наведем порядок, поработаем. А самое главное – все здесь взрослые люди понимаем, что за нас никто это не сделает. Перед электрогорцами выступил приехавший посмотреть, как изменился город за прошедший год заместитель министра культуры Подмосковья Андрей Мурашов. Он поделился с нами впечатлениями об Электрогорске. Впечатления хорошие, потому что я вижу, как меняется город за последние годы. И эти изменения, главное, что видят жители города. Очень много объектов, которые сданы и завершены строительством. Многолетние объекты – это и Дом культуры, которого так ждал город. Это начата реконструкция парка городского, заброшенного ранее. В этом году построены спортивные объекты, преображаются скверы, улицы города. И, наверное, это самое главное, к чему нужно стремиться во всей Московской области, на что нас настраивает и нацеливает губернатор. Чтобы эти перемены были прежде всего лучшими для жителей, которые здесь живут. Ну а сегодняшний день, день субботника в Московской области, имеет еще очень яркую и особенную окраску в этом году. Поскольку наша задача подготовиться к 70-летию победы так, чтобы не было стыдно перед ветеранами и перед теми людьми, которые эту победу добыли ценой огромных жертв. И вот мы все вместе сегодня должны подготовить нашу область, нашу страну к этому великому празднику. Заместитель министра осмотрел часовню Матроны Московской, детскую и спортивную площадки, подарок губернатора, физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» с бассейном и тренажерным залом, оценил красоту и функциональность Дома культуры, посмотрел, как облагораживается парковая зона за ДК и на теплых озерах. О каждом объекте у него сложилось хорошее впечатление. Руководителям ФОКа и ДК он оставил профессиональные рекомендации и советы. Завершился сезон как бы высокий. Открывается в парках сезон, в учреждениях, закрыто завершается он. Нужно с сентября, в будущем мая уже сейчас вам вклиниваться в программы, делать заявки, разговаривать, графики верстать, чтобы областные театры приезжали, коллективы приезжали, артисты приезжали, елки готовить, но уже на будущем уже будут. Сейчас это работа, которую можно спокойно выстраивать. За каждой из организаций были закреплены городские территории, которые они должны постоянно содержать в чистоте. Так на бульваре навели порядок сотрудники ЖКО номер один у рынка, работники отдела образования администрации, на улице Крыжановского отдел ЖКХ администрации, у дома культуры управляющая компанией «Эленком». Этот субботник стал подготовительным этапом к высадке деревьев, которое состоится 25 апреля. 18 апреля группа поискового отряда «Восток» отправилась на весеннюю вахту памяти «Бельский плацдарм» в Тверскую область Бельского района. Организовывает вахту памяти поисковое объединение «Плацдарм», в которое недавно вступил электрогорский поисковый отряд. Во всероссийской экспедиции будут участвовать представители восьми регионов. Вахта памяти проводится с 2007 года. В этом году проект вахта памяти посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Эта экспедиция направлена на поиск пропавших без вести солдат и на захоронение их в мемориальном комплексе в деревне Демихи. Едем на весеннюю вахту памяти, которая называется «Бельский плацдарм». То есть ее организует поисковое объединение «Плацдарм», в которое мы недавно вступили. И, собственно, чем заниматься там будем, это розыск пропавших без вести бойцов. То есть именно работа по подъему наших бойцов, которые там еще по прошествии на 70 лет, остаются лежать в тех лесах, полях, болотах. Электрогорскому поисковому отряду «Восток» впервые предстоит принять участие в столь масштабном мероприятии. Около деревни Демихи ребята будут заниматься поиском пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны по местам кровопролитных боев. Они взяли с собой туристическое специальное поисковое снаряжение, помощь в приобретении которого оказал Роман Секунов. А продукты питания предоставлены администрации городского округа Электрогорск. Просто я еще не могу понять, что в прошествии 70 лет в земле еще остаются бойцы, которые просто под ногами лежат и люди по ним ходят. То есть если я буду причастен к подъему этих бойцов, то я буду как-то и чувствовать себя лучше, наверное. То, что я сделал что-то хорошее такое, в душе будет спокойней. Весенний вахтопамяти «Бельский плацдерм» продлится до 8 мая. Ребята поискового отряда «Восток» вернутся из экспедиции в конце апреля. 17 апреля в окном зале 14-й школы прошло торжественное празднование Дня труда. На мероприятии присутствовали сотрудники администрации, образовательных учреждений, организаций и предприятий. Праздник труда не разделяет по профессии. Это праздник наш общий. Врачей, педагогов, полицейских, инженеров, строителей. Всех без исключения. Кто бы какими делами не занимался, но самое главное – это праздник людей ответственных. Праздник людей труда. Праздник людей-созидателей. Добра. Тот, кто делает свое дело добросовестно и с огромным чувством ответственности. За многолетний добросовестный труд и профессионализм сотрудников предприятий и организаций наградили благодарностями губернатора Московской области. Почетными благодарностями, грамотами, знаками Московской областной думы. Замечательно, что у нас есть ветераны, с кого есть брать пример, но нет у нас будущего без наших детей, без нашей молодежи. И вот Денис Олегович, один из представителей, кем мы гордимся, на кого можно равняться. И хоть, конечно, проблем ЖКХ еще много-много-много, которые предстоит решать, но чувство ответственности и желание делать свое дело добросовестно – это очень важно. Спасибо за труд. Также были вручены почетные грамоты главы городского округа Электрогорск. Почетные грамоты Комитета по труду и занятости населения Московской области наградили династию Болдиных, работающих на предприятии ГРЭС номер 3. В этот день были отмечены и победители конкурса «Наша Подмосковья». На праздники выступали творческие коллективы и артисты нашего города. На торжественном мероприятии, посвященном празднованию труда, награждали династию Болдиных, работающую на ГРЭС номер 3. Предлагаем вашему вниманию фильм об этой семье. Семья Болдиных трудится в сфере энергетической промышленности в филиале ОАО «Мосэнерго» ГРЭС номер 3 в городском округе Электрогорск. Основатель трудовой династии Болдина Анна Григорьевна. На ГРЭС-3 она работала с 1949 года. Будучи специалистом-техником-теплотехником, Анна Григорьевна занимала должности прибориста, электромонтера, лаборанта химической лаборатории, слесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции, зарекомендовав себя как аккуратный, исполнительный, трудолюбивый сотрудник. Отработав на ГРЭС-3 47 лет, Анна Григорьевна вышла на пенсию. Я с ней начал работать, как пришел сюда на станцию. Это был как раз 1969 год. Но она до этого уже работала долго и сменила много профессий. А когда я пришел, она работала у нас в специализации проверка приборов. Анна Григорьевна Болдина ушла из жизни в 2011 году. Николай Николаевич вспоминает ее как жизнерадостного, любившего свою работу человека. Когда она уже ушла на пенсию, прекратились отношения. Но она никогда не забывала, всегда позвонит. Сколько с ней я работал, у нас всегда были с ней хорошие отношения. Глава династии Волдин Сергей Владимирович, ее сын. Он начал свою трудовую деятельность на предприятии в 1977 году. В должности слесаря по ремонту оборудования машинных цехов, тепловых и гидроэлектростанций. На станцию привела меня мама после окончания школы. С ней мы прошли практически все цеха. Осмотрелись, но мне, честно сказать, не было желания здесь работать. Почему-то хотелось все работать на комбинат, на мебельный. И уже уходя со станции, встретился нам человек, который сыграл, можно сказать, ключевую роль в этом, Николай Сергеевич Буков. Просто обнял меня за плечо, сказал, со мной пойдешь? Пойду. И вот пришли мы в этот цех. Здесь была всего лишь одна турбина. То есть только начинался процесс становления вот этой станции. Ну вот с тех пор, с 1978 года, я здесь. За 35 лет работы на ГРЭС-3 Сергей Владимирович постоянно совершенствовал свои знания, повышал квалификацию, благодаря чему в 1998 году был назначен на должность мастера по ремонту парогазотурбинного оборудования в местах его установки. Сергей Владимирович никогда не боялся брать на себя выполнение сложных задач, успешно справлялся с ними и передавал опыт молодым сотрудникам. Все ремонтируется в срок и с хорошим качеством, вот под руководством Сергея Владимировича. То есть мастер, он и есть мастер. За достижение в работе Болдину Сергею Владимировичу в 2003 году было присвоено звание заслуженного ветерана труда МОСЭНЕРГО первой степени. Своего сына, как когда-то его самого мама Анна Григорьевна, Сергей Болдин привел работать на ГРЭС-3 в 2008 году. Ну, во-первых, это стабильное предприятие. Энергетика всегда нужна. Во-вторых, продолжение династии. Наверное, всем родителям хочется, чтобы дети шли по их стопам. Я думаю, он об этом не жалеет. Болдин Илья Сергеевич начал свою трудовую деятельность машинистом-обходчиком по турбинному оборудованию. Вскоре он был переведен на должность инженера и занимает ее по сей день, продолжая обучаться и расти как профессионал. Илья Сергеевич трудится в составе династии 6 лет и 7 месяцев. Сестра Сергея Болдина, Голицкая Надежда Владимировна, начала свой трудовой путь на ГРЭС-3 в 1976 году старшим статистиком производственно-технического отдела. В настоящее время она работает инженером по расчетам и режимам в группе технического учета сектора оптового рынка электроэнергии и учета. С Надеждой мы проработали уже на этом участке более 30 лет. Я только могу с ней сказать, что с ней мне бы легко работать. Товарищ довольно добросовестный. Я могу положиться на все ее решения почти всех вопросов. Она легко воспринимает любые задания, данные ей, и делается все добросовестно и в срок. То есть мне очень и очень легко с ней работать. Я не представляю другого человека на этом месте, отработав с ним довольно долгое время. Бухгалтерское образование и опыт позволяют Надежде Владимировне эффективно справляться со сбором и обработкой данных по оперативно-коммерческому учету, технической и статистической отчетности на ГРЭС-3. Стаж работы в составе династии – 38 лет и 3 месяца. Общий трудовой стаж трех поколений династии Голдиных с 1949 года по сей день составляет 127 лет и 8 месяцев. С вами была Анна Швальна. Всего доброго. До встречи.